Ну что, я приветствую всех, да, Александр, Дмитрий, все ребята, я приветствую вас из Центра подготовки космонавтов, из части отряда космонавтов тоже, поэтому, ну, я имею в виду территориально, поэтому я готов выслушать, если есть какие-то вопросы, могу немножечко рассказать, да, Дмитрий, как мы построим нашу встречу тогда? Давайте мы тогда начнем, наверное, с ваших слов, да, вы немножко расскажете о себе, о своем пути, и потом у ребят во время лекции возникнут какие-то, может быть, вопросы, которые захотят они вам задать, и мы будем тогда уже отвечать на вопросы на эти, если вас так устраивает. Ну, меня видят все, наверное, или кто меня вообще видит? Нет, вас все видят, вас все видят, вас хорошо видно, хорошо слышно. Можно свернуть немножечко? Ну, немножечко о себе, да, зовут меня Ревин Сергей Николаевич, выпускник физико-технического факультета Московского института электронной техники, выпускник 89-го года, как говорится, ФТ-база, если еще кто-то помнит, такие у нас были лозунги. Вот поэтому учились мы весело, с интересом, правда, при этом достаточно таким большим. И сейчас здесь немножко отрегулируйтесь, ага, секундочку, чтобы, может быть, я многих видел, да? Ну, да, или Дмитрий, или просто других там. А никого не видеть нельзя? Или всех понемножечку, всех понемножечку, частично, а меня не надо видеть. Сейчас, секунду, мы здесь еще отладим чуть так, чтобы... Ни одной девушки нет, что такое? Не, у нас, правда, в группе в Боди было несколько девушек, поэтому... Я шучу, да, одни мужчины... Я не согласен, я говорю, Полину, Саша, Анастасия, Света, мне кажется, тут много девочек. Ага, нет, неважно, просто, да, постоянно общаешься с мужчинами, думаешь, что такое, да. Не, я просто к тому, что у нас не хватает в отряде девушек вообще, у нас только одна девушка в отряде космонавтов. И сейчас вот еще четырех отобрали, и все мужчины тоже. И что-то так непонятное. Я к тому, что космосом интересуется, видимо, только мужчиной. Вот, ну, неважно, да. А сейчас фильм вроде собираются снимать, туда не отобрались девушки? Актрису, да. Ну, нет, актрису тоже. Я свернусь как-то поменьше всех. Но это не космонавт вроде. Да, профессиональных космонавтов как-то все скромничают, поэтому, в общем-то, сложно. Ну, я продолжу, да. Закончил мед я в 89-м году. Отучились мы пять, там, почти шесть лет. Ну, достаточно активная была учеба, и с интересом мы и учились, и отдыхали. Ну, к сожалению, тех баз, наших баз отдыха, я имею в виду, они вроде бы есть, но студенты туда не ездят. Вместо этих баз там уже какие-то, может быть, пограничные базы, к сожалению, и в Дербенте, и в Загидане. Вот поэтому, чем-то это, конечно, не очень хорошо, но это с одной стороны, но с другой стороны, я так понимаю, и периодически я в Мете бываю, научная, техническая база, как говорится, ну, такие слова, да, обычные для нас, она действительно развивается, существует, и то, что действительно студенты и аспиранты и выпускники активно работают в различных сферах, в различных областях знаний, это тоже здорово. Ну, а, собственно, в МЕД я приходил, да, вот ориентировался на МЕД, на физико-технический факультет, ну, изначально, потому что, ну, вернее, параллельно, скажем так, потому что у меня, я хотел быть космонавтом, скажем так, уже в подростковом возрасте, какая у меня мысль была, ну, можно назвать даже мечтой, ну, она как не детство, мечта не детства, а вот юности, я бы сказал, старших классов, уже я больше начал думать о профессии, ну, а, соответственно, если думаешь о профессии какой-то, то выбираешь под эту профессию уже институт, вуз, университет, поэтому тогда, в общем-то, я в свое время, когда я выбирал в старших классах, думал о том, что куда бы пойти поучиться, и было тоже несколько вариантов, это и физтех, и московский университет, географический факультет, то есть у меня география, она, в общем, тоже интересна, но как потом, ну, вернее, не потом, а как перед этим выяснилось, когда я общался там с людьми на кафедре в университете московском, на географическом, видите, все-таки там была маленькая вероятность того, что ученые, географы пойдут, ну, или могут быть отобраны в отряд, потому что тогда отбирались в отряд, ну, и как и сейчас, в принципе, тоже такая традиция, она существует, отбирались или летчики из военных частей, или, соответственно, инженеры, вот я, правда, тоже думал, если я не поступлю на инженера, скажем так, то, наверное, мне бы тогда пришлось выбрать, делать выбор на летное училище, потому что мне тоже это было интересно, вот, ну, я поступил в МИЭД, физико-технический факультет, и, в общем-то, так мы учились, работали, потом, ну, это, конечно, эта мечта, она как постоянно меня сопровождала, это мысли, вернее, и я, собственно, и занимался спортом активно, на кафедре физиспостания я многих помню, и вот некоторые товарищи меня тоже помнят, преподаватели я имею в виду, поэтому и учились, и потом физкультура была, и, точнее говоря, спортивная секция, МИЭТа, после наших лекций, занятий и практик различных, то есть, так вот, каждый день она в таком режиме, и вот, когда я пришел в отряд, здесь, в принципе, такой же режим, целый день мы учимся, и потом у нас физкультура, ну, как правило, она вечером в 4 часа до 6, ну, а потом снова мы учимся, делаем наши домашние задания, готовимся, прорабатываем все лекции, которые были здесь у нас, вот, в данный момент, ну, в какой-либо из дней прочитаны, все это смотрим, на следующий день отвечаем, и так вот, ну, и так всю жизнь, как говорится, то есть наша профессия, это профессия космонавта, это профессия вечного студента, поэтому, в общем, и так всю жизнь, как я стал студентом МИЭТа, так, в общем-то, я, видимо, студентом МИЭТа до сих пор и остаюсь, ну, понятно, я между студентом Центра подготовки космонавтов имею в виду, Поэтому такой образ жизни, вся жизнь практически проходит в таком состоянии. На самом деле это неплохо, это очень интересно. И к тому же еще и здоровье каким-то образом поддерживается именно за счет физкультуры и умственных напряжений. Поэтому это здорово и как всем рекомендую, так особо сильно не зависать в социальных сетях. Лучше все-таки пойти заниматься физкультурой, образом говоря. А то сейчас, конечно, все подростки. У меня сын тоже третий курсник, он, правда, прошел по спорту. Но тоже я его не могу отправить даже на тренировку из-за того, что он часто зависает в сети. Но, правда, единственное, что сейчас, конечно, это сложно сделать. Вот, поэтому, в общем, такой образ жизни был заложен и в школе, и продолжен в МИЭТе. В общем-то, это, как говорится, такой базис, ФТ-базис, как говорится, он заложен. И с этим я живу все время. Ну, что касается моих друзей, мы практически, начиная, как мы поступили, и так вот продолжаем со многими дружить. И практически каждый год мы созваниваемся, и один раз в год мы встречаемся, как правило, в конце года, с моими одногруппниками, однокурсниками, где-то или в Москве, или в Зинограде посидим, вспоминаем. В общем, так весело мы проводим в разговорах в наше время. То есть эта традиция, ну, это, я бы даже сказал, уже действительно традиция, она вот сохраняется и до сих пор, да, вот выпустились мы в 89-м году, и сейчас уже сколько нам лет, достаточно много. Но и все равно стараемся так встречаться, общаться и поздравлять друг друга с днем рождения. Ну, эта традиция, она возникла из-за того, что мы решили просто отмечать наши всеобщие дни рождения в конце года, потому что у меня в начале января день рождения, ну, и из нашей, как говорится, компании в ноябре день рождения. Поэтому мы, как правило, встречаемся в начале декабря. Ну, у нас вот в этом году буквально мы здесь пообсуждали между собой по телефону. Не получается, да, действительно, пандемия. Все сидят по домам, стараются по минимуму общаться. Ну, и здесь, кстати, тоже в Зиноградке, в ЦПК. В отряде здесь у нас тоже достаточно жесткий режим. Маски, жидкости на каждом этаже. Поэтому, в общем-то, все так действительно особо и не расслабишься. Ну, и, к сожалению, вот да, вот из-за этого и в МЕД нет возможности приехать. Хотя на 50-летие, действительно, мы… Вот я приезжал и так хорошо повстречались со многими, и с ребятами, и со студентами, и с руководителем. Поэтому, вот, а в этом году, конечно, так получается только дистанционно. Вот, ну, ничего, будет и 60 лет МЕД, и 65, и дальше и 100 лет. Поэтому все, в общем-то, будет достаточно интересно. И я надеюсь, конечно, что вот сейчас один набор, второй надбор молодежи, да, вот проходит. А из МЕД практически вот я только один и остаюсь. Чем-то достаточно странно. Из многих других университетов ребята приходят. Из моей, из МТУ. Ну, тоже, правда, единичное количество. То есть нет такого большого количества из московских вузов, как тогда, действительно, из других вузов по стране. Ну, в принципе, это неплохо. Ну, это темно, что из других вузов по стране. А так вот реально, конечно, из московских, но сейчас в МЕД почему-то вот не так много народу, особенно девушек, да, почему-то вот и девушки все. Вот я с психологами как-то недавно разговаривал. Почему девушек, девушки не могут пройти, хотя они есть. Вот, хотя из явлений не так много, порядка, ну, несколько сотен, 400, по-моему, там, 500, где-то 800, кто-то говорил, в разных наборах было. Вот, и вот сейчас отобрали только 400, из 400 4 человека. И то вот все девушки, к сожалению, не прошли. Это очень странно. Ну, я уточню, конечно, еще раз, может быть, все-таки кто-то прошел. Но вот, как я слышал, что не прошли, хотя, в общем, действительно активные. Ну, психологи много почему-то срезают. Говорят, что как-то не сильно хотят они, что ли, в космос. Поэтому, в общем, как-то подозрительно. Где наши русские женщины, которые на все готовы, да, все это непонятно. Поэтому приглашаю еще раз, да, в отряд космонавтов, женщин. Будут очередные наборы, будут. И поэтому, почему вы не попробуете своей силой, не только мальчикам, но и девочкам тоже. Студентам, инженерам и аспирантам можно, в общем-то, тоже приходить, туда подавать заявления и стремиться, действительно. Вот. То мы не молодеем, как говорится, и нужны, нужны новые люди. Луна, Марс, все это пока еще остается в проектах, ну, я надеюсь. Поэтому есть определенные перспективы и достаточно интересная профессия. Видите, знаю, что, конечно, долго приходится ждать. Поэтому это некоторый минус тоже. Ну, а по перспективам, в принципе, есть у нас в Роскосмосе, по крайней мере, некоторые мысли. И я надеюсь, все-таки они будут осуществляться. Это и новые ракеты, и новый корабль, и, возможно, все-таки участие нашей страны. Ну, я, по крайней мере, надеюсь, в проекте, надеюсь, уже больше, как мы можем его называть, американский проект, куда они приглашают многих, и Европейское космическое агентство, и японцев, и канадцев, так же, как у нас было сотрудничество, ну, и остается на Международной космической станции. И, собственно, тоже нам, нас тоже приглашают, но мы пока не приняли решение, как мне известно, по участию в этом проекте. То есть около лунная станция, потом база лунная, ну, и потом, наверное, на Марс. Поэтому вот пока еще, кажется, я не слышал, что были приняты решения. Но все равно это будет, если не с американцами, то, может быть, с китайцами, может быть, с японцами, потому что они тоже, как известно, устремлены и на планеты, скажем так. Поэтому здесь вот буквально у нас проходит обучение уже практически целый год. Первый отряд космонавтов из Индии, ребята отобрались. Ну, они, правда, традиционно первый отряд как у нас был, так и у них – это летчики, которые, правда, летают на наших самолетах, российских самолетах. Ну, здесь они проходят целый год в подготовку, и в следующем году, наверное, будут уже какие-то испытательные пробные полеты, и, может быть, даже с участием ребят, которые здесь непосредственно и готовятся. Поэтому, в общем-то, все готовятся, и я думаю, что МЕТ тоже должен готовиться. Единственное, что я, конечно, в свое время так думал, что могут быть, может быть, на станции, ну, или модуль небольшой, допустим, полупромышленного производства, чем-нибудь такого электронного. Но какие-то были эксперименты, мне известные, на станции МИР, на Международной космической станции. Вот нет, к сожалению, таких экспериментов, сколько мы не общались с МИЭТом или, допустим, с предприятиями Зеленограда, как-то нет востребованности, к сожалению. Хотя, конечно, какой-нибудь нынешний сейчас модный стартап, как говорится, студенты что-нибудь могли бы и придумать, и что-нибудь упустить. Я думаю, что Роскосмос, как говорится, одобрил бы, потому что есть такие, в общем-то… Я думаю, есть такое желание тоже развивать и стартапы на станции, поэтому что-нибудь можно было бы и придумать. Поэтому давайте что-нибудь придумывайте, мыслите, потому что у меня это большой потенциал, а станция, в принципе, еще работает, поэтому можно что-то еще успеть придумать, сделать какую-нибудь, может быть, даже дипломную работу или аспирантскую работу. Поэтому есть возможности взаимодействия, только было бы, как говорится, желание. Ну, если есть какие-то вопросы, я готов ответить по ходу, поэтому я готов выслушать. Сергей Николаевич, вы тут задали вопрос в чате, а как отбирают космонавты? Ну, с одной стороны, просто и сложно, ну, традиционно. В принципе, схема, она традиционно примерно остается. Это надо подать заявление, ну, есть на сайте Центра подготовки космонавтов, есть там телефоны и почта пресс-службы, она, в принципе, так координирует эти вопросы. И после заявления уже сейчас просто набор закончился, как мне известно. Вот, ну, на будущее, да, то есть, когда будет объявляться набор, то, соответственно, вот первое – это заявление, второе – приглашают на собеседование. Ну, собеседование – это, собственно, проверка, скажем так, на эрудицию в определенной степени. То есть, это не обязательно знать все про космос. Это надо знать, конечно, русский язык хорошо. Ну, английский язык, кстати, приветствуется знание английского, потому что у нас на станции сейчас рабочий язык – это русский и английский. Поэтому, собственно, мы сейчас, ну, постоянно учим английский, и наши партнеры учатся русский. Ну, и вообще, как общая эрудиция, конечно, она важна. Ну, а после собеседования, там, физкультура, нормы физкультуры, кстати, не такие сложные, они, я бы даже сказал, легкие. То есть, это, ну, если золотой значок ГТО человек имеет или стремится к этому, то, значит, это, в принципе, положительный момент. Ну, и потом уже, там, медкомиссия, ну, это уже совсем жестко, как говорится. Здесь вот, я имею в виду, этот этап, он, конечно, такой во многом может даже и не зависит от человека, потому что генетически, кто знает, да, у кого какие болезни с детства, да. То есть, это же неизвестно, поэтому здесь, конечно, есть такая опасность, что можно ее не пройти. Ну, и психологи тоже здесь работают достаточно активно, тесты различные, собеседования тоже, поэтому, ну, вкратце, вкратце, вот такие этапы, но они традиционные. Вот у нас в свое время, я шел из энергии и традиционно, из ракетно-космической корпорации «Энергия» и традиционно, еще, наверное, с времен Сергея Павловича Королева, у нас там свое было собеседование, и где генеральный конструктор, например, вот приходишь к нему в кабинет, и он задает какие-то вопросы. Ну, вот тогда он меня спросил, это были 90-е годы, если платить зарплату не будем, полетишь? Ну, я сказал, конечно, только хотя бы на питание отдавали бы мне деньги, тогда, в общем-то, еще нормально было. Поэтому все-таки в космос надо, видимо, переходить целеустремленным, увлеченным человеком с определенной долей романтики, ну, и, конечно, определенный настрой на практическую работу, потому что все-таки у нас, так помечтать можно, но это на первых порах, а в основном здесь, конечно, сложная работа, именно подготовка непростая, то есть с утра до вечера занятия, и после вечера до ночи тоже. Поэтому все достаточно интенсивно, активно, но при этом интересно. Сергей Николаевич, еще один вопрос. Вот тут у нас слушатель один интересуется, говорит, что вы как-то разрабатывали метод преподавания космонавтики в школе для детей 5-6 класса, и они хотят узнать, как сейчас это все продвигается, получается ли это интегрировать на уровне школ или нет? Это была часть, да, вернее, это моя диссертация была, то есть метод аналогии я использовал, и мы изучали природоведение, ну, и экосистему, скажем так, Земли, используя знания экосистемы космической станции. То есть космическая станция была таким дидактическим предметом. То есть они изучали станцию, и потом уже по аналогии, размышляя, додумывали, как бы здесь нам жить на Земле, собственно, хорошо и правильно, без каких-то экологических катастроф. Поэтому такая была идея. Просто под эту идею, конечно, нужно определенные на тот момент, ну, и сейчас тоже ресурсы, поэтому все это делается, лежит на энтузиастах, остается, что, в общем-то, сложно в нынешней школе реализовать. Поэтому, в принципе, в школе это так и осталось. Я имею в виду на том этапе, когда я проводил психоэксперимент. Ну, это, кажется, продолжилось и на станции, я отработал много материала, и затем после полета у меня порядка 100 встреч в течение года происходит. И вот во время как раз этих встреч я и примерно вот эту базу и подвожу под свое выступление. То есть у меня выступление, оно такое космическое и экологическое. То есть результаты, можно сказать, что результаты диссертации, они вот больше используются в моих личных выступлениях. Вот в школьной программе это практически просто невозможно туда вместить. Ну, а какие-то элементы и какие-то мои, скажем так, мой материал, скажем так, космический, я оставляю где-то или в школе, допустим, для факультатива, или в каких-то кружках биологических, экологических, географических, физических. То есть вот на таком уровне, скорее всего, это все-таки больше используется как факультативные предметы. Ну, есть еще космоцентры, эмиду-конториумы, где тоже, в общем-то, востребован этот материал. То есть таким образом, то есть сложно очень, естественно, в стандарт ввести, ну, что поделать-то. Но это все равно используется. И, в общем-то, конечно, были у меня планы по второму, третьему полету, это все, говорится, нарастить, углубить. Ну, пока, в общем-то, пока я здесь на Земле, да, все еще, к сожалению. Ну, ничего, да. То есть меня еще просто интересовало направление такое, как уроки из космоса. То есть, ну, это как сопряженные все вещи, которые я бы хотел, честно говоря, тоже развивать. Но пока, в общем-то, я на Земле, а для того, чтобы это делать на станции, это тоже должны быть космонавты-энтузиасты. То есть это не входит в программу непосредственно нашей работы. Поэтому это все как на откуп каждому космонавту. Хотя многие, конечно, тоже активничают, но не, может быть, я не сказал, что системная работа построена, хотя вот мне как раз хотелось бы выстроить вот такую образовательную космическую программу более системную, чтобы станция МКС, наш российский сегмент, он был востребован и в этом смысле тоже. То есть очень большой образовательный потенциал, мне кажется, имеет наш сегмент, но не загружается. Ну, это некий такой отрицательный момент, хотя кругом какие-то энтузиасты есть, но как-то не сдвигается, одним словом. Может быть, особо не надо, хотя с точки зрения пиара, мне кажется, это было бы нормально. К тому же Китаю, они там вообще, говорится, фанаты космического образования и, в общем-то, используют это где только возможно. Ну и в Соединенных Штатах Америки тоже есть целая большая группа такого космического, скажем так, образования в НАСА. У нас как-то так сложно ко все это, да. Сергей Николаевич, хотят вам передать привет. Вот Ирина Алымова пишет привет от дочки Вари. Они сказали, что с вами встречались на какой-то из лекций, им очень понравилось, и вот они просто хотят вам передать привет. Еще вопросик у нас есть. А что было для вас самым сложным во время полета? Ну так вот, особо сложности нет. Главное, как говорится, не делать самим каких-то действий, которые приводили бы к нештатным ситуациям. То есть, может быть, повышенная концентрация, повышенная собранность. Но я бы не сказал, что это сложность. Это просто такой образ жизни, такое определенное состояние в течение вот этих многих месяцев на станции. Ну, это не говоря о том, что мы там не отдыхали, не расслаблялись. Просто, я имею в виду, в течение рабочего дня нужно, как говорится, максимально собрано все делать. А перед этим нужно с вечера, вот я говорю, когда со школьниками мы общаемся, я просто говорю, что домашнее задание, которое мы делали в школе, оно, в общем, действительно, его надо делать. Потому что в жизни это пригодится, и вот в частности, и в отряде, и в полете. Все это действительно работает. И обязательно надо делать домашнее задание. В нашем смысле, во время полета, это готовить оборудование, бортдокументацию проверять, просматривать. Потому что могут быть везде ошибки, можно даже и оборудование не найти. Поэтому все это надо делать с вечера. Ну, и потом уже в течение дня это уже идет более спокойно. Но все равно надо сосредоточенно работать. Ну, и с точки зрения, вот если какие-то сложности, вот вопрос был, да, то, ну, это не сложности, а просто это определенный настрой, вот, и его надо иметь. Потому что на Земле ты чувствуешь как-то более себя спокойно, а там все-таки и Центр управления полетом, и программа деятельности, да, которая расписана буквально по часам. И если ты не выполнил, не доложил, точнее говоря, о том, что ты работу завершил, там ЦУП начинает беспокоиться, там звать, вызывать на связь, спрашивать, что такое, почему не доложили. Вот, но они волнуются. Поэтому нужно, как говорится, вовремя все заканчивать и вовремя докладывать. Вот это очень важно. Ну, есть такой образ жизни. Вот, ну, это, в принципе, нормально совершенно, к этому привыкнуть быстро можно, и, в общем-то, в этом ничего такого сложного нет, но определенное такое напряжение, конечно, существует. Ну, а так, вот я говорю, главное – не допустить нешатки. Собственно, так же, как и на Земле. Так сильно тоже расслабляться не стоит. А то вот, раз там скользко и упало, можно было и не упасть. Поэтому так вот. Еще вопрос. Как выдержать полгода в изоляции на орбите? Да, в общем-то, знаете, как-то так очень даже интересно, на самом деле, потому что все время стремишься в космос, и когда прилетаешь, думаешь, о, как здорово. И дни, они проходят достаточно и интересно, ну, и быстро, хотя, конечно, все-таки не хотелось бы, потому что все-таки экспедиция, она конечный срок имеет. Поэтому все, в общем-то, спокойно. Летим мы, как правило, уже подружившись, потому что мы где-то за год начинаем готовиться вместе, и так вот активничаем, как говорится, и готовимся и в Соединенных Штатах Америки, в Хьюстоне, у них в центре подготовки, и в Цукобе в Японии, и в Кельне в Германии. И они к нам здесь приезжают достаточно часто на сессии, поэтому все мы как валимся, общаемся, дружим, веселимся, отдыхаем. Поэтому, в общем-то, и уже летим так друзьями, и обратно тоже, сохранив такие добрые отношения, дружеские отношения, рабочие, обратно прилетев, тоже мы здесь, ну, здесь на земле мы реже, конечно, видимся, но так периодически общаемся, и, конечно, наши отношения достаточно такие близкими и остаются. То есть очень близкие, получается, где-то почти родные, можно сказать, и люди, там, братья. Поэтому все это, в общем-то, здорово. И я не замечал. То есть мне было настолько все интересно, и мне кажется, как раз, и это характерно, может быть, и для моих друзей, когда мы летаем, как правило, двумя экипажами, то есть один корабль прилетел, потом второй прилетел, нас трое плюс трое, получается, шесть человек на двух кораблях. И вот, и так получается, что, допустим, кто-то улетает, потом кто-то к нам прилетает, условно говоря. И вот существует пересменка, допустим, три недели между экспедициями. Ну, вот в тот, в те моменты, в тот период времени было так. Сейчас немножко по-другому. И вот как раз вот, когда мы оставались втроем на станции, и нам было здорово вообще даже тогда, когда мы были втроем. Я вот был, например, в российском сегменте. Ну, это, допустим, одна треть, ну, или одна треть, там, можно сказать, полстанции. Я вот там был один, жил один. Гена с Джо, с американцем Джо. Они жили в американском сегменте, так распоряли. И вот я так чувствовал себя прекрасно, даже когда я был на половине станции. То есть мне было взоро. То есть действительно ощущаешь, что ты живешь в космическом доме. Ну, просто когда много народу на станции, хотя, конечно, все распределены там где-то по своим местам работы, и так мы не толкаемся, скажем так, но все равно чувствуется присутствие людей. А здесь, ну, это неплохо, я имею в виду. Я говорю о том, что когда совсем один, допустим, на половине станции, то ощущение вот действительно такого космического дома, оно как-то более острое. И при этом это ощущение, это вдохновительное, на самом деле. Это было здорово. Ну, и мои товарищи тоже подтвердили это, когда там прилетели еще трое человек, и снова настало шестеро. Мы так как-то втроем общались и так делились друг с другом о том, что действительно вот когда нас было трое на такой большой станции, а станция, она порядка 100 метров вообще в длину. Поэтому, в общем-то, всем было здорово, когда нас было мало. И я думаю, что даже если бы мы остались, вернее, каждый остался бы один на станции, было бы тоже здорово. Ну, хотя я не знаю, втроем, кстати, тоже оптимальное такое соотношение. В общем-то, здорово на самом деле. Поэтому не было никаких таких моментов. Это было очень отлично, очень интересно. Расскажите про свои эмоции и ощущения за несколько дней до первого полета и после возвращения на Землю. Ну, когда перед стартом ты уже непосредственно находишься на Байконуре. То есть за две недели до старта мы улетаем из Центра подготовки космонавтов, ну, это здесь, в Подмосковье, на Байконур. И уже две недели готовишься. Ну, там уже программа не такая интенсивная, потому что сдали здесь уже все экзамены в Центре, прошли основную медкомиссию, всех утвердили, как говорится, медицина, все нормально, все вопросы положительные. И там просто уже как занимаешься физкультурой немножечко, там вестибулярные тренировки, чтобы, как говорится, не дошнило невесомости. То есть, ну, какие-то занятия небольшие. Поэтому такой спокойный режим. Ну, и я так особо в таком режиме находишься, в спокойном, в размеренном. И так вот ты садишься в корабль, и так дальше летишь. Поэтому единственное, что я имею в виду, когда в корабле непосредственно, вот здесь уже снова возникает состояние максимальной собранности, пошла уже непосредственно работа, контур управления, бортовые системы, доклады. Поэтому здесь все достаточно надо очень концентрировано и собрано в таком состоянии находиться. Поэтому до этого, до посадки в корабль, допустим, все было, я говорю, как-то спокойно, размеренно и, ну, спокойно. Я не ощущал таких эмоций, я бы даже сказал. Но только когда вывелись, наверное, я вот так посмотрел в иллюминатор, и то я подумал, что нас же, что-то мы так низко летаем, оказывается. Но на самом деле это было все правильно, потому что мы выводимся на высоту 200 километров, ну, орбита у нас, поведение 200 километров, там 240 примерно над поверхностью Земли. Ну, а дальше уже несколько витков, и мы делаем определенный маневр, двигатель включается, мы переходим на более высокую орбиту, там 400 километров. Вот, а дело в том, что я задолго до этого в свое время просмотрел практически весь архив, отснятый со станции МИР. Ну, она летала тоже на высоте, там, 350 километров, и, собственно, были сделаны видеосъемки вот с этой высоты. И когда я выявился на 200, я подумал, что это так низко, из-за того, что просто у меня уже был образ, кажется, видения Земли с высоты 350. Ну, то есть, и тут эмоции такие. То есть, все равно эмоции, они… Мы просто не туристы, поэтому получается так, что эмоции, они могут… Вот у меня были только, скажем так, в профессиональном плане. То есть, мне было интересно, интересно участвовать в этой работе, интересно управлять космическим кораблем, контролировать работу бортовых систем – это все очень интересно. Ну, а на станции очень много другой работы, и поэтому там тоже было все интересно. То есть, у меня вот эмоции связаны в основном больше вот с такой профессиональной деятельностью. То есть, у меня не было что-то такое, от невесомости какой-то такой, «Вау, это круто, летаешь там». То есть, как-то… Ну, потому что у нас здесь уже были тренировки на специальных… На самолетах, вернее, по параболе Кеплера, то есть, 25 секунд невесомости, но она, правда, мне не нравится, такая грязноватая, не очень так. Но все равно, как ты уже понимаешь. И там уже как… То есть, просто нас очень долго и много готовит, поэтому уже психика, она настолько готова ко всему, что, в общем-то, в эмоциональном плане могут… У меня лично были только вот такие чувства, что мне просто очень интересно. Вот так бы я сказал. Был ли какой-то у вас серьезный конфликт? И как вы его решили и решали, находясь на станции? Ну, так говорю, то есть, мне, наверное, повезло то, что… Ну, я надеюсь, моим коллегам тоже повезло, с кем я летал, то, что было все, в общем-то… Мы как-то дружили с самого начала. И я бы даже сказал, что вот как-то весело было, как-то ни странно, при общении с ними. То есть, все на каком-то таком позитиве, как сейчас говорят. И работа, конечно, с работой сложная, да, но там после работы все равно как-то все на каком-то постоянном позитиве. Поэтому все было, наверное, более чем отлично. Наверное, мне повезло в этом смысле. Ну, а, конечно, стараешься так особо… Хотя мы, я думаю, все, естественно, все-таки себя вели. Я видел поведение и наших иностранных ребят. И у нас там, к нам потом прилетел и японец. С ним мы тоже друзья. Поэтому все вели практически себя, естественно. И при этом в дружелюбии, и готовности помочь всегда. Поэтому не было таких конфликтов. Ну, а теоретически, если бы они были, если бы они могли бы возникнуть, ну, я даже не представляю, по какому поводу, по сути. Это если должна быть, по идее, какая-то нештатная ситуация, наверное, которую мы старались вообще не допустить. Я уже повторял ее всегда. И вот в этой нештатной ситуации, допустим, кто бы как-то плохо бы себя повел. На самом деле, вот сейчас я как раз вспомнил, что у нас действительно была одна нештатная ситуация, но она была еще на корабле. Когда мы только разместились, космический корабль на старте, на стартной площадке, на Байконуре, это часа за три, за два с половиной, ну, только сели, мы посмотрели и обнаружили то, что уровень углекислого газа резко начинает расти. Вот это говорит о том, что патрон очистки, который у нас есть в космическом корабле, который должен очищать наш воздух, который мы выдыхаем от углекислого газа, это говорит о том, что с ним что-то не в порядке. Мы доложили земле, смотрели сами там, ну, очень были определенные сложности. Собственно, мы не могли до него добраться, на самом деле, потому что он под ложементами, и туда руку очень сложно просунуть в скафандре, она туда практически не пролезает. Ну, пришлось там вызывать технику, слава богу, он из бункера быстро пришел к нам, вот, и, в общем-то, все это разрешилось, все нормально. Ну, и просто так получилось, что, ну, а я бортинженер, и у меня основная функция – это как раз контролировать работ бортовой системы, вовремя докладывать, ну, и получилось так, что, хотя со мной Гена подал, он очень опытный космонавт, вот, ну, получилось так, что мне, я первый это заметил, и все это дело отслеживал, отслеживал и докладывал, в общем, и в конечном счете, когда все это полеглось, Гена, как говорится, мне выразил большую благодарность, хоть я, как говорится, и новичок, но, как говорится, проявил себя определенным образом, и, то есть, а это были первые часы практически нашей экспедиции, мы еще не стартовали. Поэтому вот уже позитив, что мы вышли из нештатной ситуации, и это, в общем, так и продолжилось, продолжилось дальше. Ну, главное, что, ну, в принципе, это не по нашей вине нештатка, вот, и, ну, а дальше я говорю, что мы старались не допустить нештатной ситуации, чтобы в конечном счете, просто действительно, может быть, перевести конфликтные ситуации между членами экипажа, поэтому здесь такое, это все очень, такое, может быть, действительно развитие, процессов и межличностных, и как работает техника, то есть, тоже это не очень хорошо, поэтому вот так вот работали внимательно, на этом слове. Еще вопрос. Любите ли вы смотреть фильмы про космос? Есть какие-то моменты из фильма, которые никак не связаны с реальностью, и над которыми настоящие космонавты смеются, когда смотрят это? Ну, я понимаю, да, конечно, это в основном во многом американские фильмы такие, такого плана, где показывают представители России, ну, конечно, это немножечко так странно смотрится, причем, ты же знаешь, что они-то так не думают, ну, я имею в виду сами астронавты, японские или американские, они достаточно, ну, они вообще летают на наших кораблях до последнего времени, да, вот, только сейчас, вот недавно, полгода назад, был испытательный полет SpaceX, я имею в виду, Dragon, Elon Musk, вот, там, два ребят, два человека полетели, а так-то и до сих пор у нас, мы их, и сейчас вот, мы перевезли американцев на своем корабле, то есть, я имею в виду, все время они практически, вот, начиная, ну, когда шаттл отменили, у них программа закрылась с 11-го года, и они все время летали на наших кораблях, ну, и дальше, а раньше еще на станции Мир тоже так же, практически, вот, ну, тогда продли шаттл участвовал тоже, вот, ну, я просто потому, что сами профессиональные космонавты, естественно, не представляют себя, как представлены российские, там, советские космонавты в этих фильмах, поэтому, в общем-то, в этом смысле я вообще спокоен, мнение о нас достаточно высокое, как о космонавтах, как о профессионалах, как о стране, которая делает космическую технику, на которой летают летают все в мире, скажем так, вот, ну, а режиссуры, это понятно, там, это заказные вещи, поэтому, конечно, можно улыбнуться, но, понимаешь, что это все ни кем практически серьезно не воспринимается, ну, я думаю, даже и зрителями, вот, самими американскими зрителями, поэтому, в общем-то, так, а так, все фильмы я смотрю, мне очень нравятся, и они меня, собственно, и вдохновляют, ну, американские фильмы меня вдохновляют, Литер Стеллер, Марсианин, ну, и все-все остальные, все это, ну, очень здорово, мне это очень нравится, то есть, они молодцы, ну, и наши тоже как-то подтягиваются, тоже, тоже и Салют 7, и, сейчас, как, время первых, время первых, там, по поводу Леонова, да, Архиповича, то есть, вот эти крайние фильмы, ну, и наши фантастические, тоже не так давно выпустились, поэтому, да, это тоже хорошо, чем больше фильмов космических, тем, собственно, лучше и интереснее, потому что, ну, я считаю, что все-таки наша цивилизация, она, ну, а кто еще, да, кому осваивать еще наши планеты, да, это естественный путь, и, такая пропаганда, и определенным образом знания из этих фильмов, они, в общем-то, поддерживают и вдохновляют, и, может быть, кто-то начнет мечтать, действительно, о чем мне не полететь там на Узму или на Марс, я думаю, что это, что это здорово, что есть такие фильмы, хоть, конечно, и с определенными эпизодами, но этих эпизодов практически уже нет, были на какой-то ранней стадии, а сейчас-то они такие, какие-то более серьезные, углубленные, и, в общем-то, положительные, мне кажется. Пусть все снимают, да, пусть все снимают. Еще вопрос про еду. Но лучше по-настоящему летать, да. Вопрос про еду. Вкусная или космическая еда, и сильно ли отличается она от привычной пищи на Земле? Ну, нет, можно так коротко ответить, то есть, еда хорошая, она практически не отличается, мы здесь дегустируем, за несколько месяцев до полета выбираем то, что нам максимально понравилось по десятибальной шкале, и специалисты уже, ну, это список определенный, и мы представляем оценки наших приоритетов, и они уже формируют специальный, называется, контейнер, специальные контейнеры с консервными банками, с сублиматами, собственно, у нас в основном такие продукты, но они вкусные, различные виды рыбы, мяса, гарниры, соки, ну, я имею в виду, которые надо растворять, то есть, все это вкусно достаточно, ну, кроме этого, есть еще, нам добавляют еще американскую еду, которую мы тоже у них дегустируем, отбираем, европейскую, японскую, то есть, у нас такой комплект интересный, иногда какой-то обмен происходит между нами, вот Джон, например, он любил нашу свиную тушенку с горохом, ядреная смесь, но она, в принципе, вкусная, вот, и мы как периодически накапливали из своих запасов, ну, что-то мы, может быть, это не ели, а ели другое, и так вот, ему там пяток баночек отправляешь посылочкой, вот, ну, в другой отсек, скажем так, ну, а он, соответственно, какие-нибудь десерты американские, тоже неплохие, вот, то есть, так вот, такой бартер у нас существовал, но он больше такой, как дружеский и такой настраивающий на положительные эмоции такие вот это такое взаимодействие, поэтому, да, по бартеру мы обменивались продуктами, но они, в принципе, все такие, такие земного вкуса, я думаю, даже если мы полетим на Марс, то, в общем-то, там тоже мы перенесем на нашу всю, ну, все какие-то такие наши особенности, нашей цивилизации, мы будем мы будем все равно жить там по-земному, я так думаю, потому что, ну, посмотрим, да, потому что марсианская цивилизация все-таки, наверное, не существует, вот, а как она, как что-то будет влиять на нас, пока что не очевидно, поэтому, марсианская, я имею в виду, скорее всего, мы там будем жить, вот, как живем в Антарктиде, наверное, или как живем на космической станции, такой земной жизнью, но в космическом пространстве, и будут, соответственно, у нас все там земное, и вкус, и запахи, да, ну, правда, интересно, конечно, какой будет вкус, ну, это надо ставить экс-экс-эклименты, тот же марсианин, да, вот, в марсианском грунте, да, будет ли меняться вкус какого-то, да, плода, допустим, вот, поэтому это, в принципе, интересно, ну, наверное, уже смоделировали, в принципе, небольшой специалист в диетологии, но единственное, что марсианский грунт к нам не завезли, и, ну, так и было бы интересно, да, насколько вкус или запах может меняться в зависимости от грунта, вот, земного или марсианского, ну, наверное, можно предположить, что будет, наверное, меняться, да, ну, надо лететь, пробовать, пора, как говорится, все. Еще вопрос, как думаете, какой из планов существования, развития российских сегментов орбитальных станций после 2025 года наиболее вероятен? Ну, да, здесь уже есть информация, да, наверное, и прочитали многие, или, может быть, не прочитали, тут и американцы здесь уже готовы, готовы пристыковать, насколько мне известно, там, один, два, три постепенных модулей и использовать американскую часть для, скажем так, коммерческих, как используется такой термин, полетов, туристы, наверное, производства, может быть, эксперименты, и с тем, чтобы потом, может быть, остыковаться от российского сегмента и уже, как говорится, автономно летать. В принципе, я думаю, что если мы тоже пристыкуем те модули, которые мы хотели бы пристыковать в течение этих лет недолгих, поэтому, если мы их пристыкуем, то теоретически мы тоже можем остыковаться и летать уже отдельной своей российской станцией. могут туда пристыковываться и какие-то еще какие-то другие модули из других стран корабли, я имею в виду или части модулей. Поэтому здесь есть несколько планов. В принципе, все-таки вот эта идея, которая сейчас есть, МКС, все взаимодействуют между собой, собственно, она проектировалась инженерами из разных стран, из России, Америки, Европы, Японии, многих других, и летаем мы с совместными экипажами, тоже готовясь везде, по всей земле, как говорится, и центры управления у нас тоже, и в Подмосковье, здесь в Королеве, и, ну, именно и в России, и в Америке, и в Европе, и в Японии, то есть по всему земному шару, можно сказать. То есть мне больше импонирует вот эта идея. Конечно, может быть, можно сказать, можно предположить, вернее, что мы, может быть, поставили такой эксперимент, насколько мы способны дальше идти вместе за пределы Земли, насколько мы, в принципе, это был наш шанс доказать то, что мы способны, и в принципе, это доказуемо, то есть мы уже работаем 20 лет с лишним на Международной космической станции, и это, в общем-то, схема взаимодействия, управления, проектирования, это все, в общем-то, действительно свершилось, и такой у нас действительно есть космический порт, международный космический порт за пределами Земли, и это прекрасно, это работает, и мне бы хотелось, конечно, сохранить примерно в таком качестве и станцию, и в дальнейшем, если мы говорим о Луне или Марсе, конечно, бы эту модель взаимодействия было бы здорово использовать и при освоении космического пространства в дальнейшем, потому что все-таки это отработано, это здорово, в принципе, всем нравится, и почему от этого отказываться? Здесь больше, конечно, политики, а так-то с точки зрения инженерии и взаимодействия к построению работы в экипажах международных, это, в общем-то, я бы сказал, что это здорово и вдохновляет, и, например, мы каждый год встречаемся, ну, астронавты, космонавты, мы встречаемся в какой-либо стране вот один раз в год. В этом году мы, к сожалению, пропустили, это была Венгрия-Бутапешт, и встреча была, готовилась как посвященная определенной круглой дате запуска полета первого венгерского космонавта, тогда еще в Советском Союзе, вот, а так вот, в прошлом году мы как раз отмечали 50 лет высадки это было в Хьюстоне, в США отмечали 50 лет высадки американцев на Луну, ну, а перед этим там была Франция, Швеция и так далее, Германия. Просто, а к тому, что вот мы из России, допустим, космонавты, вернее, у нас один день посвящается, ну, как-то так называется комьюнити дэй, он посвящается тому, чтобы мы в этот день ездим по различным, ну, это может быть несколько школ, как правило, например, в прошлом году, свежего, у меня было вот в этот день по-моему, три или четыре встречи, то есть три, по-моему, школы и вот в компании Boeing тоже у нас была встреча, и мы тоже там разговаривали с специалистами, то есть комьюнити дэй, встреча с общественностью, так называется, вот, и я просто к тому, что, ну, и как правило, я еду, допустим, американский, какой-то, не обязательно из моего экипажа человек, просто, там, может быть, ветеран, допустим, зачастую, который там на шаттле чуть ли не первый летал, ну, то есть такие люди, дедушки уже, и так вот мы вдвоем, втроем ездим, и российских космонавтов встречают очень, очень горячо, с большим, очень уважением, и к нам относятся лично, и к стране тоже, поэтому я просто к тому, что это все здорово, и надо это все развивать, то есть это очень, очень хорошо, то, что мы летаем и участвуем, и работаем в международных таких интересных проектах. Вопрос еще, есть ли какой-то определенный отбор девушек, космонавтов, и отбор мужчин, или это все проходит наравне, то есть сделать общий поток? да, подаются заявления, в общем, как говорится, и, как я уже рассказал, определенные эти этапы, может быть, требования небольшие, есть, скажем так, изменения с точки зрения норм по физкультуре, но все равно, да, то есть все равно, вот я говорю, золотой значок ГТО, он, собственно, обеспечит допуск по физической, по тесту по физкультуре, поэтому, вот если только в этом, ну, понятно, что там по здоровью различные тоже могут, естественно, быть особенности, вот, разные медкомиссии, я имею в виду, в смысле разные, поэтому, все особенности нашего организма женского и мужского, поэтому, ну, а так все, все одинаково, все этапы одинаковые, поэтому, ну, на самом деле, это очень интересно, вот, ну, сложно, да, там, пришли с парашютом, полеты на самолетах, невесомости здесь, под водой надо плавать, то есть, это надо физически быть неслабым, то есть, по крайней мере, все-таки прийти уже надо быть подготовленным, конечно, здесь мышцы накачать дадут возможность, это да, но все равно надо их все-таки не с нуля начинать накачивать, поэтому, ну, это реально, все реально, да. Сколько сейчас стоит слетать в космос? Ну, это больше не ко мне, это к космосу, ну, и какие-то разные оценки, там есть и 70 миллионов долларов за неделю, примерно, и 60 миллионов, вот, ну, вот, Элон Маск здесь, по-моему, писал, что он готов, так вот сейчас, через год, по-моему, полетит, еще корабль, ну, может быть, ну, я не увидел, что это может быть, это может быть, третий, наверное, ну, по-моему, Тома Круз, по-моему, да, и режиссер, по-моему, они собираются, вот, ну, я, честно говоря, контракт не знаю, их, но вот он озвучил все равно, то есть в будущем он, это будет первый туристический такой полет, а потом он будет, как говорится, уже пойдет, как говорится, процесс, бизнес, и вот, он какую-то цифру озвучил, 55 миллионов за одного, ну, то есть все равно порядки такие, то есть это десятки миллионов долларов, ну, наши летали, туристы, и, в смысле, наши, именно на наших кораблях, американские туристы летали, это известно, ну, примерно все равно где-то такой уровень цен был, но практически контрактов никто из нас не видит, но озвучивались такие вот цифры, и они, собственно, правдоподобны, то есть все равно это достаточно дорого, много, но реально, то есть, можно и заработать, ну, мне кажется, лететь, если уж лететь, то профессиональным, этим самым, космонавтом, этим самым, да, профессиональным космонавтом, или астронавтом, поэтому все, в общем-то, ну, понятно, может здоровья не хватить, но там, 50 годам, я думаю, если так сильно много работать, поэтому можно и осуществить мечту и в 50 лет, потому что у туристов требования, конечно, другие совершенно, вот, и, то есть, у нас жесткий отбор, он, в принципе, оправдан, потому что, как говорится, как называемое, резервирование, нам дают, и часть, скажем так, образом говоря, ставит, что мы готовы еще лет 10 летать после медкомиссии, но кто-то и готов и 20 лет летать, поэтому 30, поэтому все зависит от организма, ну, вот туристов, да, то есть, если не прошел, то можно копить деньги, вот, сейчас много фирм, и, может быть, даже российская фирма будет, я надеюсь, уже лет через 5, все-таки будут суборбитальные полеты, короткие, ну, там тоже, может быть, 200 тысяч долларов, но это короткий полет, 10-15 минут невесомости, и не вокруг Земли, а просто вылетел, и потом обратно вернулся, то есть, короткий полет, да, ну, тоже, можно сказать, космонавт, можно называться, вот, как раз, вот, на последней крайней встрече обсуждался вопрос, то есть, у нас есть ассоциация космонавтов, а космонавт, насколько я помню, по документам, это человек, который совершил хотя бы один виток вокруг Земли, вот, и вот состоялся уже вопрос, принимать ли в нашу ассоциацию космонавтов, астронавтов, тех, кто будет летать вот по орбите, ну, суборбитальной орбите, то есть, которые не совершают один виток, вот, ну, и как-то спор какой-то разгорелся, какой-то такой, не на шутку, вот, кто-то захотел, чтобы наш куб какой-то был такой слишком элитный, закрытый, только один виток и больше, а кто-то, ну, кто-то говорил о том, что вот достаточно и короткого полета, короткого участка орбиты, и тоже космонавт, но это очень не важно, да, в принципе, можно сказать, что действительно, если вылетел в космос, то ты космонавт же ведь, наверное, как осуществляется связь с родственниками из космоса? Ну, тоже достаточно все отработано, ну, буквально недавно сейчас объявили, Роскосмос объявил о том, что будут для связи использовать и наши российские спутники, но до этого мы все время и до сих пор, и всегда, все равно будем, как говорится, иметь запас, возможность использовать американские спутники, то есть, в основном используются американские спутники, ну, и наши наземные пункты связи, ну, с ними не так часто мы связываемся, а в основном через американские средства связи. Ну, я повторюсь, что вроде бы и наши спутники тоже уже готовы использоваться для этого. Ну, а так, в принципе, достаточно буднично все, и с одной стороны интересно и буднично, то есть, можно звонить на сотовый телефон, ну, на спутник, понятно, сигнал идет, потом со спутников Хьюстон и там уже по кабелю в Европу. И так вот можно связаться с родственниками, с друзьями, ну, и, собственно, многие из нас так мы практиковали, ну, в основном, конечно, это выходной день, потому что так плотный день, поэтому рабочие, а так по выходным мы общались, звонить можно, и так вот, собственно, как раз вот во время моего полета жена с сыном поехали к теще, это Южный Урал, там Оренбургская область, и летом они там были, это там август, по-моему, и, собственно, станцию ее можно видеть из поверхности земли в ясный, кажется, день ее можно видеть хорошо на небе, то есть, такая яркая звезда, то есть, это не небольшая звезда, но яркая, и она летит, как говорится, с запада на восток, хорошо ее видно, и вот как, если есть возможность, допустим, сочетать, и она еще должна подсвечена быть солнцем, чтобы ее было хорошо видно с земли, но я тоже вижу, что по траектории как раз будет пролет над практически домом тещи, и, собственно, тоже где-то завиток, полтора позвонил на сотовой, сказал, что вот в такое-то время будем пролетать, выходите, ну и все же, там виток, там подлетаем, ну а у нас есть карта навигационная, мы знаем, где станция в данный момент времени, и я говорю, вот все там, выходите, я уже пролетаю над Волгой, вот, можно уже видеть, вот да, они вышли как раз заранее, и действительно, да, сказали, да, видим хорошо, вот, ну там часто ясные дни, поэтому повезло, не мальчика, и, в общем, так она минут 10-15 ее можно было видеть, и улетела, как говорится, она на восток, ну теща там перекрестила след, как говорится, ну и все, в общем-то, нормально, приземлились потом хорошо, ну я имею в виду уже там месяц спустя, или два, я уже не помню, когда была связь, поэтому да, так можно, так говорится, общаться, и могут даже видеть, ну то, что я помахаю из алюминатора, конечно, они не увидят, помашу, вот, и то, что они потом помашут землей, это, конечно, не будет видно, но так вот, так интересно, развлекаемся иногда. Еще один вопросик, как вы относитесь к высказыванию Илона Маска по поводу колонизации Марса через 50 лет, создания колонии на Красной планете? Ну да, здесь-то он уже заявил о том, что лет через 6 то ли корабль, то ли человек, человек полетит, я так до конца и не понял, замысла основного, ну может быть, корабль без человека пробный, да, или, может быть, сам человек, но с кораблем, правда, поэтому, ну я-то, в принципе, поприветствовал бы, да, все-таки, такое, такое желание, такой интерес, все-таки, Элона Маска я называю американским королевом, в принципе, он мне импонирует, или я ему импонирую, да, то есть он мне нравится, скажем так, вот, как Сергей Павлович королев вдохновлял в свое время многих и до сих пор, в принципе, ну и многие другие, да, известная семерка генеральных, ну и, понятно, много людей на стране формировали такой образ и космонавта, и космических исследований, все это было здорово, и пока еще остается, да, но, ну и, в общем-то, то, что делает Эллен Маск, это все, в общем-то, оттуда, и, насколько мне известно, по его заявлениям, он все-таки тоже достаточно уважительно относится и к Сергею Павловичу Королеву, и к нашим определенным достижениям, ну, собственно, даже не определенным, а конкретным, например, во время моей экспедиции как раз получилось так, что вот в мае месяце в 19-м году был запущен его первый грузовик Dragon компании SpaceX, и как раз во время нашей экспедиции мы, собственно, его и принимали, поэтому я думаю, что он хорошего мнения о нас всех, и о российской программе, и о российских космонавтов, и о российской технике, ну, конечно, единственное, что бизнес есть бизнес, и периодически какие-то такие шутливые, может быть, перепалки его и Роскосмоса, они просто говорят о том, что надо работать, надо, я бы даже сказал, вкалывать, и он, собственно, это делает, и будет продолжать это делать, поэтому у меня, в принципе, прогноз, как говорят наши психологи, у меня прогноз положительный по поводу его проектов, марсианских проектов, ну, то есть я думаю, что это все реально, главное, чтобы все-таки много технических вопросов все-таки существует с точки зрения безопасности экипажа, потому что все-таки радиация, мы прилетаем на станции на МКС, да, ниже радиационных поясов, поэтому мы, собственно, прикрыты радиационными поясами, хотя, конечно, у нас там повышен немножечко фон относительно поверхности Земли, поэтому, ну, это не страшно, поэтому все нормально, ничего такого не происходит, даже во время солнечных вспышек, поэтому все это терпимо, но пока что мы, я имею в виду, летаем под зонтиком радиационных поясов Земли, вот если дальше лететь к Марсу, то там, в принципе, реку нет тоже, но до Луны-то мы коротко долетим, и можно в грунт, как говорится, зарыться, в какую-нибудь построить базу под поверхностью, метр-два уже достаточно, а вот на Марс-то лететь, вот это самая основная собственно, и даже опасность существует, то, что нужно что-то делать пока еще наверное не придумали, хотя вот наши специалисты, медики, они предполагают, что могут быть такие наиболее уязвимые органы, ну я просто не специалист по радиационной медицине, но наверное у нас какие-то органы есть более устойчивые к радиационной нагрузке, есть какие-то менее устойчивые, но вот наверное исходя из этого можно действительно заменять один орган на другой как идея, наверное может быть такое что-то и долетит до Марса такое комбинированное, сложно сказать, да, но пока у него у Маска пока тоже идеи, но я думаю, что все-таки это решаемо все-таки в конечном счете эти планеты для того, чтобы на них были люди в любом случае, надеюсь, я имею в виду, что живые, да, ну и конечно желательно все-таки возвращаться периодически там побыл, потом вернуться на землю обратно, лучше в таком режиме на самом деле, не навсегда все-таки улетать, все-таки это более, скажем так, иметь, скажем так, шанс, ну кто захотел, тот остался, а все-таки более гуманно все-таки иметь возможность возвратиться, но это все зависит от обстоятельств, насколько должны быть жесткие физические требования, или есть, то есть должно быть стопроцентное здоровье, или есть какая-то корреляция, что например 80 процентов или там 70, ну то есть погрешность какая-то есть, или ты прямо должен быть здоров по всем параметрам? Ну желательно, конечно, все-таки по всем параметрам, ну здесь еще зависит от того, какой орган, допустим, если глаза, если зрение, то это, несмотря какая, допустим, проблема со зрением, в принципе, многие из космонавтов переходят в отряд уже с, например, с близорукостью, как мне известно, и, ну то есть это надо консультироваться, она тоже, видимо, бывает различная, я имею в виду различные причины безорукости, то есть многие летают в очках, да, в этом смысле есть определенные допущения, вот, ну, это небольшие, мне все-таки так кажется, допущения, в основном, конечно, надо каким-то образом попытаться сохранить здоровье, вот, и потом его сохранять многие-многие там десятилетия, годы, десятилетия, то есть изначально нужно быть каким-то, видимо, здоровым, но вот есть, да, есть, появляется, вот отбор же какой-то есть, но все меньше и меньше отбирают людей, то есть как-то непонятно, куда поднимается нормальный народ, именно в смысле здоровья, вот, почему-то где-то на каких-то этапах, там, студенческая жизнь, не знаю, наверное, подрывается много, понятно, да, здоровье, надо и спать, и не сидеть, я повторюсь, в соцсетях, вот, ну, то есть как-то активничать, но по-другому, более здоровый образ жизни, что ли, вести, это даже, как самому, может быть, даже интересно, поэтому студенческие годы, какие, ну, и в школе, может быть, тоже питание, мне сложно сказать, почему, так вот получается, и, хотя вот, ну, вернее, как и сложно, и просто, у меня сын тоже, ему 20 лет, да, почему бы ему не быть здоровым, но он же тоже на каком-то этапе что-то потерял где-то, поэтому, не знаю, хотя и все, в общем-то, есть возможности кушать, и, ну, и спортом заниматься, естественно, поэтому, я не понимаю, где сейчас, что делает молодежь, не знаю, что-то не то, не туда, к этим словам, поэтому, надо быть в этом смысле, наверное, таким здоровым, эгоистом, вот, надо, в определенной степени, как, я бы не сказал, что любить себя, надо просто, немножечко, думать, и прислушиваться, наверное, к родителям, скажем так, вот, если они говорят, что там, кушай, хорошую еду, значит, надо кушать хорошую еду, вот, ну, и так далее, мне не говорят, если говорят, там, сиди в интернете долго, значит, не сидеть, там, к тому же, и зрение, и все такое, нервная система, психика, поэтому, все это соемосвязано, поэтому, в общем, слушать хотя бы родителей нужно, вот, поначалу, в школе, по крайней мере, в институте, конечно, все, я уж не буду называть плохие слова, как относятся к родителям, понятно, с уважением, но, в общем-то, уже все самостоятельные, скажем так, думают, что они самостоятельные, а на самом деле, это не так все, надо все-таки прислушиваться, так что, как была какая-то реклама, да, там, напиши маме, что ли, что-то такое, какой-то такой реклама, позвонить родителям, да, или позвонить, что такое, так что, надо прислушиваться к родителям, они, по крайней мере, желают добра, и, может быть, в конечном счете, можно стать космонавтом, да. Вопрос по поводу психологии, насколько важна психологическая подготовка, и как подбирается состав астронавтов-космонавтов с точки зрения совместимости характеров? Ну, в принципе, могут возникать действительно проблемы какие-то определенные, и психологи, в общем-то, у нас здесь присматривают за нами на различных тренировках, то есть идет сопровождение группы психологов, они что-то пишут, записывают, что-то плюсики, наверное, ставят, или минусики, поэтому, да, то есть работа, есть специальная у нас группа психологов, они действительно оценивают взаимодействие экипажей, оценивают работу в экипаже индивидуально тоже, поэтому это все каисы на контроле, действительно. Ну, а психологически, как, ну, да, надо все-таки и психологически тоже быть здоровым человеком, но это тоже, вот я говорю, как-то не успеть себя сильно травмировать психику, поэтому здесь есть, ну, много особенностей, да, то есть, ну, это надбор, надбори скажут, да, все скажут, но можно и заранее пройти тесты различные, тоже интересно, с психологами, поэтому прогнозы можно сделать, Сергей Николаевич, ну, вроде вопросы основные у нас подошли к концу. Разрешите, Яр, задам вопрос буквально коротенький. По схеме, которая позади, но я, боюсь, уже не отвечу. Нет, 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 пожалуй, по схеме задавать не буду. Значит, на самом деле вопрос простой, вы в самом начале упомянули о том, что на МКС можно проводить какие-то вот научные исследования, в том числе какие-то студенческие, аспирантские проекты. А есть какие-то примеры таких проектов, чтобы ребятам было понятно, на что можно претендовать? Ну, сходу, в моей экспедиции не было, но сходу я тут же почему-то вспомнил, у Сергея Рязанского был какой-то интересный эксперимент, связанный с исследованием вестибулярного аппарата. это не его диссертация, но он делал эту работу в рамках чьей-то диссертации. Не чьей-то я могу, сейчас фамилию я не вспомню, но в прямом смысле известная фамилия возможно, но это надо уточнять, но я так уже с фамилией не вспомню, но где именно, что это было сделано с подачи Московского госуниверситета, насколько мне известно, одна из кафедров, по-моему, биологии, кафедра биологии, вот, то есть на скидку так, то есть как-то, да, как-то народ организуется, там, или садовничье определенным образом влияет, ну, и все зависит от ректора, конечно, во многом, да, то есть от его определенных увлечений, мыслей. Ну, энтузиастов тоже. Конечно, да, конечно, естественно, прежде всего, это студент. Как и у нас, у нас тоже должны быть энтузиасты для того, что... Ну, везде, везде, да, все держится, как говорится, на нас, но я шучу, конечно, поэтому, да, все, конечно, должна быть внутренняя энергия, внутренний позыв, внутренний интерес, только так вот и продвигается все, тот же Эллен Маск, да, и все остальные, Королев, все остальные, ну, многие-многие люди, все держатся, собственно, и они создают и рабочие идеи, и рабочие места, в конечном счете, и движут нашу цивилизацию, я надеюсь, все-таки вперед, как мне кажется. Наша цивилизация действительно уникальна, и когда смотришь со станции, вот действительно этот момент такой, понимание того, что мы уникальны, наша система уникальна, то есть мы и смотришь в другую сторону, в сторону звезд, ты понимаешь, что если есть какие-то планеты, жизнь, она бесконечно все равно далека, и в этом смысле мы, конечно, должны задумываться о том, чтобы все-таки беречь самих себя, нашу, нашу окружающую, как говорится, мир, наше окружающее пространство, и в конечном счете нашу землю. То есть мы уникальны, и будет, конечно, не очень хорошо, если какая-то часть цивилизации исчезнет, или, может быть, вся экосистема земная тоже может подвергнуться большим, как говорится, напряжением исчезнуть тоже, ну, не дай бог, поэтому я к тому, что вот все очень интересно, да, мы все еще только начинается. Спасибо большое. Спасибо большое, Сергей Николаевич. Ну, я думаю, если у нас вопросов больше у слушателей нет, то я предлагаю закончить нашу познавательную лекцию. Я думаю, все получили ответы на свои вопросы, кто их задавал, и достаточно информативно прошла наша встреча. Еще раз спасибо вам большое. за то, что приняли наше приглашение. Спасибо ребятам, которые поучаствовали в открытом лектории и задавали интересные вопросы. Хорошо. Хорошо. Спасибо. Рад был всех увидеть. Может быть, кто-то в интернете тоже подключался, смотрел. Может быть, однокурсники или мои друзья, знакомые. Всем тоже большой привет. Поздравляю еще раз с датой 55 лет МИЭТу. Я надеюсь, все-таки надо было бы как-то появиться и в стенах МИЭТа. Может быть, 56 или, может быть, на 60 лет. Обязательно встретимся со многими в будущем. Поэтому главное себя сберечь. Особо так не перезаразить никого. я знаю, конечно, студенты, они более активные, но все равно, если уж говорят, носить там или одевать, или протирать. Поэтому это надо делать. Поэтому очень береги себя, своих близких, ну и чтобы МИЭТ перешел с дистанционного обучения, научное образование непосредственно с преподавателями и, может быть, мы, конечно, обязательно встретимся. Всем удачи, как желают в отряде космонавтов. У нас желают удачи, да. Не успехов, а именно удачи. Поэтому всем хорошей учебы, интересной учебы, интересных планов, задумок, стартапов, карьеры, космоса. Всем привет. Спасибо большое за лекцию. Было очень интересно. Хорошо. Спасибо вам. Спасибо за внимание. Спасибо. До свидания. Спасибо, удачи. До свидания. Спасибо тоже. Спасибо.